3D Media International Режиссер Питер Лорд Коралловый риф. Подводный мир Египта. Коралловые рифы в Красном море – это один из самых увлекательных подводных миров на нашей планете. Такие рифы встречаются только в мелководных зонах тропических океанов, где солнечный свет проникает сквозь воду. Они сами по себе невероятно сложные и насыщенные экосистемы. Иногда их называют тропическими лесами океанов, потому что богатство видов, живущих здесь, сравнимо только с жизнью в тропических лесах. Мы готовы погрузиться под воду, чтобы показать вам сказочный мир потрясающего разнообразия форм жизни. Как только мы оказались под водой, нас приветствовала стайка морских золотых рыбешек. Эти резвые оранжево-желтые рыбки могут формировать косяки до двух тысяч особей в каждом. Они едят планктон, поэтому любят собираться на краю рифа, где течение приносит их любимую пищу прямо к ним. Парочка синих рыб-хирургов появилась прямо перед нами и тут же умчалась. Зато группер позволил нам полюбоваться собой. Коралловые групперы – одни из самых больших рыб среди рифов. Они хищники, поэтому стоят наверху пищевой цепочки. Рыба-вымпел в Красном море – довольно хрупкое создание. Она принадлежит к семейству рыб-бабочек, некоторые из которых считаются самыми прекрасными рыбами среди океанских кораллов. Зато полосатая крылатка далеко не столь безобидна. В ее длинных шипах содержится мощный яд. Яркая, желтая, синепятнистая рыба-бабочка является близкой родственницей рыбы-вымпела, которую мы уже видели. Актиния – это класс животных, известных как цветочные или морские членистоногие животные. Хотя рыба-лопата и похожа на рыбу-бабочку, они не родственники на самом деле. Обычно они предпочитают глубоководие, а в Красном море эти рыбки могут быть невероятно доверчивыми. Партнерство актиний и рыб-клоунов является прекрасным примером симбиоза между совершенно разными созданиями или растениями, где каждый выигрывает от такого общения. полосатые цезии всегда формируют большие косяки в мелководье над рифами, где они могут охотиться на планктон. гигантский холмистый коралл является разновидностью каменистого коралла со свистковым экзоскелетом. Они могут достигать больших размеров и иногда формируют купол на рифе. Длинные щупальца актиний заканчиваются ядовитыми клеточками, способными обездвижить рыбу, чтобы затем слопать ее. Только рыба-клоун может без опаски сновать между щупальцами. Здесь они прячутся от хищников, в то же время выполняя важную услугу актиний, защищая ее от других хищных рыбешек. Этот поразительный товарищ относится к семейству губанов, известен как рыба-наполеон. Это одна из самых больших рифовых рыб и может вырастать до поразительных размеров. Более двух метров в длину, при весе в 190 килограммов. У рифа появляется зеленая морская черепаха. Поскольку ее мясо было важным компонентом супа из черепахи, охота за этим видом привела почти к полному его исчезновению. Мы встретили еще одну рыбу-вымпел. Обычно они патрулируют свою территорию парами. Во время плавания черепаха работает только передними плавниками. Задняя пара используется только как руль. Парочка рыб-хирургов пользуются возможностью очистить их от паразитов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Небольшая группа рыб-кардиналов прячется под большим выступом, ожидая, когда большая рыба Наполеон проплывет мимо. У нее мощные челюсти, которые могут запросто проломить панцирь ракообразных. Однако она не представляет опасности этим маленьким рыбешкам. Еще одна черепаха появляется у поверхности. Она не одна. Две рыбы-прилипалы упорно пытаются присосаться к ее панцирю. У этих рыб спиной плавник превратился в присоску. Они могут цепляться к большим созданиям, или даже судан, и перемещаться таким образом. Моллюск добился большего успеха. Эта ракообразная, похожа на крошечный вулканический конус, прижилась на панцире черепахи. Похоже, что саму черепаху это не волнует. Она больше интересуется водорослями на дне. Как все морские черепахи, зеленая черепаха откладывает яйца на берегу и оставляет их рождаться под солнцем. Самка всегда выбирает тот пляж, где некогда она сама вылупилась. Но как она умудряется с точностью найти это место, остается загадкой для ученых. Большой косяк макрели проплывает, как круглое облачко. Эти рыбы всегда живут стаями. И каждая отдельная рыбка реагирует на движение соседей. В результате огромная масса рыб движется, как единый разумный организм. А вот эта гигантская мурена ведет совсем иной образ жизни. Как все остальные члены семейства, она охотится одна. И, как правило, ночью. Одноцветная красная рыба-солдат тоже ночной охотник. Днем она прячется в пещерах и щелях коралловых рифов. Обломки затонувших судов могут быть важной частью экосистемы в коралловых регионах, потому что обеспечивают укрытиями огромное количество разнообразных рыб и морских существ. Кроме того, кораллы быстро покрывают их, и обломки могут стать ядром совершенно нового рифа. Вокруг ржавых металлических частей судна собралась пестрая и цветная компания. Как видите, эти обломки уже успели покрыть кораллы разнообразных видов. Красноморская рыба-вымпел чувствует себя как дома на этом искусственном рифе. Она всегда предпочитает держаться поближе к рифу и никогда не заплывает в открытое море. Субтитры создавал DimaTorzok Странную рыбу-флейту всегда можно отличить по длинному, как иголка, туловищу и непропорционально удлиненному рту. Морские ежи прячутся среди кораллов. Они принадлежат к семейству беспозвоночных и защищают себя прочным внешним скелетом с ядовитыми шипами. Восхитительная испанская танцовщица, как называют этого морского слезняка. Красно-розовые сегменты – это его жабры. Этого иглобрюха легко опознать по раскраске мордашки, которая похожа на маску. Как и все иглобрюхи, он невероятно ядовит. Над нами проплыла большая стайка полосатых цезий. Они не постоянные жители рифов, а предпочитают открытую воду. Морские вера – одно из самых захватывающих явлений коралловой жизни. Они формируют огромные структуры, похожие на веера с хрупкими веточками, и могут достигать в диаметре двух метров. Эта форма жизни питается планктоном, который она фильтрует из течения. Поэтому морские веера всегда стоят перпендикулярно направлению течений. Эти похожие на дерево структуры защищают многие малые формы жизни – крабов, креветок и морских звезд. А здесь огненная балийская актиния поселилась между веток морского веера. Хотя эта разновидность морского анимона похожа на первый взгляд на коралл, они очень далекие родственники. В отличие от каменистого коралла, который образует рифы, у этой эритрины коралловой нет твердого скелета. Вместо этого она сохраняет форму, увеличивая давление воды внутри себя. Косяк пятнистого сладкогуба проплывает над рифами. Эта рыба ведет в основном ночной образ жизни, а днем она держится поближе к рифу на мелководье. Каменистый коралл – настоящий строитель рифов. На самом деле это колонии крошечных полипов, которые строят известковый скелет. Когда полипы умирают, остается скелет, и в течение многих поколений полипы строят свои скелеты поверх предыдущих колоний. Вот так создаются огромные рифы, обеспечивая жизнь всей экосистемы. Мы уже встречались с этим иглобрюхом в маске. Как все рыбы его вида, он предпочитает одиночество. А вот желтоперый карась, напротив, живет только в стае. В течение всего дня они плавают огромными косяками на краю рифа. Они начинают активную деятельность только с наступлением ночи, когда разбегаются в поисках крошечных беспозвоночных на дне. Во время этого поиска они иногда взрываются в морское дно и создают большие облака песка. Синепятнистые рыбы-бабочки с их плоскими телами прекрасно приспособлены для жизни среди рифов. Они всегда стараются держаться поближе к веточкам кораллов. Питаются они полипами. У каждой рыбки есть свое охотничье угодье, которое она защищает от своих родственников. Еще более поразительными, чем рыбы-бабочки, являются рыбы-ангелы – самые разноцветные морские существа из всех. Лосатая рыба-лев в одиночестве проплывает сквозь косяк морских золотых рыбок, которые благоразумно держатся подальше от ее ядовитых шипов. Эти бычьи глазы-хамруры – более общительные создания. Их большие глаза приспособлены для ночной жизни. Рыба-лев тоже ночной охотник. Днем она скрывается в расщалинах и редко появляется в открытой воде. Она терпеливо ждет добычу, чтобы устроить представление. Она засасывает несчастное животное в свой огромный рот, внезапно создавая мощное давление внутри. Однако бычьи глазам нечего бояться. Они слишком большие, чтобы рыба-лев сочла их вероятной жертвой. Резвая стайка зеленых хромисов носится вокруг каменистого коралла, а за ними с интересом следит пятнистый группер. Пятнистый хромис с его четким черно-белым туловищем относится к необычайно распространенной семье помоцентровых рыб. Как и бычьи глаза, они живут небольшими косяками. Мягкие кораллы, которые вы видите с оглобрюхами над ними, относятся к каменистым кораллам. По форме они напоминают листья салата. Скат лима часто зарывается в песок, чтобы замаскироваться. Кроме того, он находит здесь же на дне пропитание – червячков, креветок, моллюсков. В отличие от большого ската манты, лима всегда остается на морском дне и не показывается на открытой воде. В его жале на хвосте сильнодействующий яд, опасный также для человека. Он не агрессивен, но если вы наступите на него по ошибке, последствия могут быть очень серьезными. Субтитры создавал DimaTorzok Черная рыба-хирург на самом деле темно-коричневая, с белой полоской на хвосте для контраста. Рыба-хирург получила свое имя из-за острых, как скальпели кончиков плавников, которые она выставляет, если ее спровоцировать. Желтые каемчатые лирохвосты относятся к семье морских окуней. Голубые цезии – типичные стайные рыбы. Когда на них нападают, они пытаются сбить хищника с толку синхронными движениями. Проплывая мимо нас, лирохвост еще раз показал свою восхитительную окраску. Цезии питаются планктоном и мирно сосуществуют с разными видами рыб, зачастую смешиваясь с их косяками. Здесь они объединились с ярко-желтыми морскими карасями и серебристыми бычеглазами в многоцветный косяк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасная красноморская рыба в импел тоже питается планктоном, но предпочитает делать это в укромном месте подальше от стаи рыб. Столовый коралл обладает прочным экзоскелетом и поэтому считается разновидностью каменистого коралла. Он создает древообразную форму с многочисленными ветвями. На глубоководной стороне рифов они создают структуры, похожие на столы, чтобы поглощать как можно больше света. Каменистые кораллы живут в симбиозе с одноклеточными водорослями, которым нужен солнечный свет для фотосинтеза. Поэтому и растения, и кораллы выбирают участки, насыщенные естественным светом. Субтитры создавал DimaTorzok Косяки морских золотых рыбок прячутся в многослойном коралловом лесу. Субтитры создавал DimaTorzok Существует огромное разнообразие форм кораллов. Прочные каменистые кораллы формируют рифы, после чего их заселяют морские веера или столовые кораллы. У эритрины нет жесткого скелета, поэтому она нежно развивается в потоке воды. Морьяна прячется среди кораллов. В поисках жертвы ее длинное тело как раз помещается в пустоты. Ночью рифы выглядят совсем иначе. Когда на этот грибообразный коралл попадает ультрафиолетовый свет, он заливается бледным флоресцентным свечением. Субтитры создавал DimaTorzok Появляется рыба-молот. Отличительная форма головы этой акулы, достигающая 4 метров в длину, сделала ее одним из самых поразительных обитателей коралловых океанов. Однако это редкий гость среди рифов. Сфера ее активности простирается намного дальше. Это любопытное существо – большой плевнобранх, разновидность морского слезняка. В Красном море встречаются самые разнообразные виды этих моллюсков, некоторые из них невероятно прекрасного окраса. Черно-белые рифовые окуни продолжают свой одинокий путь среди косяков пятнистых хромисов. Эта рыба, которая может достигать довольно больших размеров, предпочитает открытую воду возле края рифов или глубоководные лагуны. Мы снова встречаем зеленую черепаху. Она отдыхает на дне, прежде чем отправиться на поиски пищи. Эту странную рыбу-флейту с ее иглоподобным туловищем мы тоже уже встречали. А вот это поразительное существо называется элегантная рыба-единорог. Как и большинство единорогов, она выделяется своей яркой внешностью. А в отличие от рыбы-единорога, одинокого охотника, серебристые караси днем собираются в большие косяки. И только ночью они разделяются в поисках пропитания. Тут каждый сам за себя. Испанская танцовщица, которую мы уже видели на отдыхе, сейчас стала активной, демонстрируя во всей красе свое великолепие. Этот большой морской слизняк движется в воде волнообразными движениями. Теперь становится понятно, откуда такое имя. Он похож на испанскую танцовщицу фламенко в ее традиционном наряде. Очевидно, мы испугали этого иглобрюха в маске. В момент опасности он закачивает в себя воду, чтобы выглядеть больше, чем обычно. С приближением сумерек, бычьи глаза становятся активнее. В их косяках обычно встречается и другая стайная рыба, как, например, красный большеглаз, который посверкивает серебром при свете ультрафиолетового фонаря. Они охотятся на планктон ночью, всегда держась в косяках ради безопасности. Иногда эти смешанные косяки собираются в защищенных местах, например, под этой скалой. Многие виды рыб стараются по возможности избегать открытой воды и предпочитают такие укромные места. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очевидно, мы нервируем эту рыбу-хирурга, потому что она спешит прочь от нас под защиту новейшего коралла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мир пещер и Ращелин – это также любимые охотничьи угодья зубастых рыб-кардиналов с отличительными полосками на туловище. Показались две чернохвостые рыбы-бабочки. Они живут парами и обычно патрулируют свою небольшую территорию, которую защищают сообща от других членов их вида. Косяки полосатых цезий кружат вокруг рифов в поисках пищи. Эти рыбы питаются планктоном, поэтому чаще их можно встретить в открытой воде вокруг рифов. Среди огромного количества разноцветных рыб рыба-флейта кажется экзотической из-за своей необычной формы. Большие косяки морских золотых рыбок снуют вокруг рифов, как оранжевое облако. Естественно, что такая бурная активность привлекает хищников, таких как барракода и бычий глаз. КОНЕЦ КОНЕЦ Внезапно вдали появляются дельфины. Эти существа невероятно общительны и живут небольшими стаями. КОНЕЦ Судя по серым пятнышкам на брюхе, это дельфины афалины. Однако паутина серых пятен появляется только у взрослых особей. При длине 2,5 метра это самый маленький вид дельфина. Они часто встречаются в тропических и субтропических морях. Стараются держаться поближе к побережью стаями по 5 или 15 особей. КОНЕЦ 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 Дельфины – любопытные и игривые существа. Хотя вряд ли они впервые видят аквалангистов, они намерены поближе познакомиться с нами. В результате мы оказались рядышком с этими невероятными милыми животными. КОНЕЦ 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 Косяки желтых морских карасей прижимаются к рифу ради своей безопасности. Лишь спустя некоторое время они отваживаются отправиться дальше. Рыба-бабочка тоже предпочитает переждать в безопасной пещере, прежде чем побережье снова очистится. КОНЕЦ Красноморские рыбы-клоуны не любят удаляться от актиний, которые защищают их. Ядовитые щупальца актини опасны для всех других видов рыб. Зато рыба-клоун пользуется иммунитетом благодаря специальному слою слизи на чешуе и может спокойно плавать среди щупалец. Эти бычьи глаза могут только мечтать о таком удобстве. Поэтому они предпочитают формировать большие косяки в поисках безопасности. КОНЕЦ Косяк пятнистых ромесов играет над большим полем пористых кораллов. Этот тип кораллов отличается польсообразными полипами и формирует большие поля. КОНЕЦ Под нами простирается огромное разнообразие каменистых кораллов, словно странный сад. Небольшая стайка черных рыб-хирургов суетится вокруг, стараясь поймать планктон. КОНЕЦ Однако черепаха не обращает на это внимания. Она нашла, что пожевать. Коралловый окунь тоже слишком большой, чтобы обращать внимание на подобное. Синепятнистая рыба-бабочка восхитительно смотрится на свету. Зато пятнистый скат Лима по-прежнему зарылся в песок на морском дне в ожидании добычи. КОНЕЦ Зеленая рыба-попугай укрылась в пещере, чтобы вздремнуть немного. У нее, как у всех скаровых рыб, мощные челюсти. Она может сгрызть коралл до уровня водорослей. КОНЕЦ Похоже, что Мурене не нравится такая мелкая добыча. Она замерла в ожидании, а пока мелкая рыбешка может резвиться. Актиния путешествует. Это полуоседлые существа. Обычно они долго торчат на одном месте, но могут при желании сменить обитель. Рыба-лев пытается заползти в небольшое убежище. Видны только ее опасные ядовитые спинные плавники. Редко можно увидеть, чтобы Мурена покидала свою берлогу. Только сейчас мы разглядели, насколько у нее длинное туловище. Эти опасные существа могут достигать в длину двух метров. Субтитры создавал DimaTorzok Отдельные хромиссы выделяются своим ярко-желтым окрасом от своих черно-белых родственников. Морское беспозвоночное, морской огурец благоразумно прячется в расщелине. Также на морском дне можно разглядеть плоскую голову скорпены с щупальцами. Сетчатая гарупа выделяется своим красным мраморным окрасом. При длине в 50 сантиметров это самый маленький вид трески. Нам удается увидеть мельком прекрасную рыбу-ангела. Субтитры создавал DimaTorzok Тем временем иглобрюх успокоился и снова обрел нормальную форму. Императорская рыба-ангел Каждая из этих восхитительных рыб занимает большую территорию и готова защищать ее от других членов ее семейства. Зеленая морская черепаха провела достаточно времени на рифе и спешит обратно в открытую воду. Пришла пора и нам расстаться с удивительным разнообразием жизни на коралловом рифе. Наша подводная экспедиция показала вам одну из самых богатых экосистем на планете. Мы насладились зрелищем невероятного богатства жизни всех форм и расцветок. Вряд ли такое разнообразие встретишь где-нибудь еще в мире. Композитор Питер Холден Оператор Карли Халаш